Представьте себе, что у вас есть видео, и вам нужно узнать, куда перемещаются объекты от одного кадра к другому. И вы точно знаете, что далеко они уйти не могут. Обычно такое решается с помощью оптического потока. Это метод, предложенный Лукасом и Канаде в 1981 году. И идея этого метода довольно простая. Мы можем измерить градиенты вдоль одной координаты, вдоль другой координаты на одном изображении, а потом посмотреть, насколько изменилась яркость пикселя между двумя картинками, и сказать, что она измениться могла только из-за того, что объект переместился. Если делать это по одному пикселю, то решений существует много, и это не очень хорошо. Но если взять несколько пикселей, то тогда решение уже будет одно. Его можно находить так же, как list squares, то есть уменьшая ошибку. И в итоге можно найти координаты, в которые переместился объект на другом изображении. Визуализация этого метода может выглядеть вот так, если использовать только те точки, которые переместились на какое-то заметное расстояние, а все остальные игнорировать. И кроме того, если точка на точке метод не сошелся, то тоже ее выкидывать. То тогда можно нарисовать такие треки. Собственно, то, что нам и нужно у нас было на входе видео, а на выходе мы получаем картиночку, как ехала машина. Другой вариант визуализации можно сделать так. Кроме того, существует плотный оптический поток, или dense optical flow. В данном случае используется метод Форнебека. У него исходные посылки почти такие же, как и в случае с Lucas'ом Канаде. И если посмотреть визуализацию, видно, что для каждой точки есть какой-то вектор, в который перемещается объект. Его можно отображать по-разному. Другой вариант – это можно с помощью такой карты цвета. Чем ярче пиксель, тем дальше он двигался, и направление кодируется, собственно, цветом. И еще один вариант использования оптического потока – это делать ворп картинки. То есть мы для каждого пикселя знаем, куда он переместился. Можем взять самый первый кадр. И потом, вместо того, чтобы отображать следующий кадр изображения, мы берем первоначальный кадр и точку, куда она переместилась. Собственно, перемещаем по оптическому потоку. Вначале выглядит вообще замечательно, потом начинает размазываться, потому что накапливаются какие-то неточности. Если же вы хотите пользоваться надежным оптическим потоком, то я вам рекомендую использовать RLOF. Это метод, который в исходных посылках добавляет немного возможности изменения яркости, не только из-за перемещения, но, опять-таки, решается задача минимизации. И вот этот метод работает вообще прикольно. Мы им пользовались в нескольких практических проектах, и он нам сильно помог. Продолжение следует...